В эфире канала России итоговая информационная программа о событиях недели. В студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. В пятницу Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой посетил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Гость вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым побывал во всесезонном туристическом комплексе Архыз. Осмотрел курортную зону, а после под его председательством прошло расширенное совещание, на котором были озвучены вопросы социально-экономического развития региона, планы на перспективу по улучшению качества жизни жителей. 1 марта состоялся традиционный прямой эфир с Рашидом Тимрезовым. Дата эфира выбрана не случайно. Ровно 10 лет назад, в этот день, Рашид Тимрезов вступил в должность главы Карачаева-Черкесии. Руководитель субъекта ответил на все интересующие вопросы жителей республики. Как и прежде, встреча прошла в студии телевидения ГТРК Карачаева-Черкесия. За полтора часа общения с гражданами прозвучало 44 вопроса. О главном медиасобытии уходящей недели и о том, что осталось за кадром, расскажет Альбина Ламкова. До прямого эфира с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым остались считанные минуты. Перед его началом руководитель субъекта пожелал всем удачи в предстоящем эфире. А сам он, как всегда, уверен и в хорошем настроении. В начале прямой линии предупредили жителей республики о том, что в рамках полутора часов эфирного времени не все обращения смогут озвучить в прямой трансляции. Но без внимания не останется ни один вопрос. Официальный ответ получит каждый автор. Мы эту дату сегодняшнюю выбрали не случайно. Ровно 10 лет назад, 1 марта, вы вступили в должность главы республики. Скажите, прошло много лет для вас, 10 или всего 10 лет? На самом деле, по 10 лет, я считаю, что это такой очень длительный период и достаточно непростой. Я считаю, его нужно оценивать так, что мы сделали за это время. И самое главное, что мы еще не успели сделать и что нам предстоит сделать. Затем, не теряя времени, приступили. На прямую линию дозвонилась женщина из аула Верхняя Мора. Она просила реконструировать дорогу в ауле и провести газ. В этом году мы закончим проектирование газопровода до Учкулана, в том числе, который касается и Верхней Моры, и Нижней Моры, и Хурзука, и Карджурта. И в 2022-2023 году у нас в 2022 году начало строительство, в 2023 году завершение. Об этом проекте газификации отдаленных наших населенных пунктов, на моей памяти, мы всю жизнь говорим об этом. Но вот сейчас мы уже подошли к реальному решению этого вопроса. Нами подписано соглашение с ПАО «Газпром», за что я хочу поблагодарить руководство «Газпрома» и, конечно же, президента Российской Федерации, который дал такое поручение. Что касается автомобильной дороги, соответствующее поручение, думаю, что меня коллеги мои слышат, соответствующее поручение я уже, в принципе, дал. И у нас запланирован участками ремонт этой дороги уже в текущем году. Вела программу директор ГТРК Корчаева-Черкесия Светлана Казиева. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведение трансляции. На этот раз члены республиканского правительства, главы городов и районов были на связи со студией в режиме онлайн. За полчаса прямого общения глава региона ответил уже на 11 вопросов. Поступает очень большое количество вопросов. Я и мои коллеги стараемся достаточно доступным образом объяснить гражданам, что каждый вопрос попадет на рассмотрение и будут даны исчерпывающие ответы по ним. В целом, наверное, самая такая тема, животрепещущая сейчас, это здравоохранение, в том числе диспансеризация населения, медицинское обслуживание. Во время трансляции программы все обращения продолжают поступать в колл-центр. Здесь работа кипит друг за другом, идут звонки от жителей республики. Каждое обращение обрабатывает и записывает специалист. Затем эту информацию передают в студию прямого эфира и озвучивают. В сердце студии пульт. Тут работает сплоченная техническая команда телевидения. Здесь множество специализированной аппаратуры. Каждый специалист четко знает свои обязанности во время выдачи прямого эфира. Когда нужно дать титр, вывести, убрать звук или же иную команду. Руководит всем этим процессом режиссер программы. В ходе полуторачасовой беседы с жителями республики был затронут ряд вопросов, поступивших накануне непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. Больше всего людей интересовала информация о переселении из ветхого аварийного жилья. Проблемы водоснабжения ЖКХ. Были вопросы, касающиеся оказания помощи молодым семьям. Вакцинации и коронавирусном ограничении. Оказания мер социальной поддержки. Мама, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Каким специалистам в нашей республике можно обратиться за бесплатной психолого-педагогической поддержкой для правильного взаимодействия и развития ребенка? У нас есть республиканский центр и муниципальный центр. Я думаю, сейчас также меня министр труда и социальной защиты республики слышит. Я вообще считаю, что у нас для этого все условия созданы. Вы выйдете на заявителя и обязательно расскажите, как и где и когда, и возьмите на контроль, естественно, как, где и когда ее ребенок может получить такую помощь. Была поднята тема родных языков. До конца года в республике запланировано издание учебников по родным языкам. Халимат Качкарова из Нижней Тиберды. Учитель родного языка и литературы от имени своих коллег хочет выразить вам благодарность за внимание к преподаванию родных языков в школах. Буквально недавно получили буквари, харифле и учебники родного языка для всех обучающихся первых-четвертоклассов. Спасибо большое. Но будет ли в ближайшее время возможно переиздание учебников родного языка для шестых-седьмых классов, десятого года издания, хрестоматии для одиннадцатого класса? Учебники быстро изнашиваются. Хотелось бы их, конечно, обновить. Мы недавно обсуждали этот вопрос с коллегами, и у нас в плане работы Министерства образования и правительства Карачао-Черкесской республики на текущий год, на 2021 год, запланировано издание учебников родного языка для шестых-седьмых классов, ну и хрестоматии для одиннадцатиклассников. И этим самым, с учетом того, что мы первый-четвертый класс закрыли, первый-пятый класс закрыли, мы в этом году полностью все классы закрываем, и у нас будут учебники по родному языку. По словам Рашида Тимрезова, уже этой весной состоится и открытие стадиона Нарт. Глава региона пригласил также всех жителей на открытие соборной мечети в Черкесске. Мы запланировали 1 марта ровно через год, 1 марта 2022 года, открытие нашей соборной республиканской мечети в городе Черкесске. График производства работы я сегодня посмотрел, что-то поменял, что-то утвердили, но от 1 марта мы собираемся официально открыть, куда я приглашаю всех наших жителей и гостей нашей республики. Общение с народом было не таким длинным, но динамичным. На прямом эфире специалистам колл-центра было обработано более 300 вопросов. Ни одно обращение, которое поступило до эфира и во время трансляции, не останется без ответа. По некоторым, глава республики Рашид Тимрезов дал поручение соответствующим министерствам, ведомствам, муниципалитетам и отметил, что они взяты под его личный контроль. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. 5 марта исполнилось 25 лет Конституции Карачаево-Черкесии. Главный документ нашей республики уже четверть века играет важную роль в правовой системе субъекта. Он объединил в себе опыт развития отечественного права и федеративных отношений в стране. Учитывает особенности и национальные интересы жителей Карачаево-Черкесии. Обеспечил прочную правовую основу для формирования и функционирования органов государственной власти, институтов гражданского общества, системы местного самоуправления, проведения последовательной экономической и социальной политики. Поправки в Конституцию России, поддержанные в минувшем году, гражданами на всероссийском референдуме закрепили существующие социальные гарантии России. Они дополнительно защищают институт семьи, создают условия для достойного воспитания детей в семье, оберегают историческую память, сохраняют окружающую среду. Опираясь на конституционные нормы и положения, сегодня успешно расширяются задачи по разработке и реализации законов, направленных на эффективную работу по повышению качества жизни населения республики, защите прав и интересов ее жителей. В прокуратуре республики прошла пресс-конференция по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. Большая часть нарушений, как отметили работники прокуратуры, вскрыта в органах местного самоуправления. Фатима Даурова подробнее о противодействии коррупции в республике. О проводимой надзорным ведомством и правоохранительными органами региона работе в сфере борьбы с коррупцией Журналист нам рассказал помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев. Он отметил, что наиболее характерными нарушениями установленных законом обязанностей, запретов и ограничений является предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, неурегулированность конфликта интересов. В 2020 году проведенными антикоррупционными проверками были охвачены органы государственной власти республики, муниципалитеты и, безусловно, учреждения и ведомства всех форм собственности. По результатам проведенных проверок было выявлено более 3,5 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых было внесено 1500 актов прокурорского реагирования. 640 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По словам Радмира Баташева, большая часть нарушений антикоррупционного законодательства вскрыта в органах местного самоуправления. Прокурорами пресечены факты нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами, предоставлении государственных и муниципальных услуг. К примеру, совет сельского поселения Адыхабовского муниципального района не предоставлял, весь депутатский корпус не предоставлял свиньи о доходах. Также глава администрации сельского поселения Угрупского муниципального района практически на протяжении трех лет предоставлял недостоверные свиньи о доходах своей супруге в общей сумме около 2,5 миллионов рублей. Были установлены, выявлены такие факты, как назначение на должность главы администрации, также сельского поселения, гражданина предельного возраста, которые не соответствуют эквалиционные требования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 26 уголовных дел коррупционной направленности, при этом большая часть выявлена в сфере бюджетных правонарушений. Судами было рассмотрено и удовлетворено 14 заявлений прокуроров на сумму более 79 миллионов рублей. Правоохранительными органами республики в минувшем году выявлено 148 преступлений, в том числе 25 фактов взяточничества. Старший помощник прокурора также отметил и положительную тенденцию. С года в год ты наблюдаешь на практике, видишь, что государственные служащие, муниципальные служащие становятся более ответственными, более ответственными вопросами, относятся к этим вопросам, вопросам противодействия коррупции. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберленд. Миру сыр. Уважаемые налогоплательщики, информируем вас о проведении Федеральной налоговой службы отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаева-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности, отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности, сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.налог.ру На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения Замахшири Касымовича Карданова, видному государственному и политическому деятелю, председателю обл. исполкома Карачаева-Черкесии с 1951 по 1966 год. В последующие 16 лет Замахшири Касымович был заместителем председателя Ставропольского краисполкома. Возле дома, где он жил, на этой неделе состоялось мероприятие, в котором приняли участие представители власти, общественных организаций, его родные и близкие. Всюду, где бы он ни трудился, Замахшири Касымович неизменно проявлял лучшие качества настоящего гражданина и патриота. Ответственность, верность данному слову, внимательность к людям. За это его всегда ценили и уважали. За это помнят и сегодня благодарные земляки. Замахшири Касымович Карданов отличался высокой ответственностью, принципиальностью и одновременно был символом глубокой порядочности, отмечали участники собрания. Замахшири Касимович Карданов был настоящим политиком, который ратовал в первую очередь за интересы обычного человека, пример самотверженного труда и настоящего бойца. Можно с уверенностью сказать, что его вклад в социально-экономическое, социальное и культурное развитие Карачаева-Черкесии и Ставропольского края, укрепление законности стали фундаментом для потомков. Нам есть на кого равняться и гордиться. О жизни и деятельности героя до перестроечного времени нашим выдающимся земляке расскажет Зарема Карданова. Шел памятный для всей страны 1982 год. Именно в сентябре этого года не стало Замахшири Карданова. Анализируя события, последовавшие после ноября 1982-го, можно смело сказать, что наступившая перестройка вместе с преобразованиями не принесла бы Замахшири Касимовичу удовлетворения коммунисту по духу, по призванию. Я лично имел счастье быть знакомым. Очень милый, очень обаятельный, чрезвычайно внимательный человек. Мы накануне его столетнего юбилея. Нам очень обидно, что в республиканском центре нету биуста, которого он вполне заслуживает. Замахшири еще подростком начал трудовую деятельность. Учился прилежно и даже успел вступить в ряды партии. Война застала молодого солдата в разгар службы. Все четыре года был на передовой командиром саперного взвода. И награды говорят о боевом пути лейтенанта Карданова, боевой орден Красной Звезды, медали за отвагу, за оборону Кавказа, за взятие Будапешта и многие другие. Работал и учился в учительском институте, затем и в высшей партийной школе. Потом защитился. Кандидат экономических наук Замахшири Карданов опубликовал около полусотни научных работ. Среди них особое место занимает большой филологический труд русско-черкесский словарь. Был депутатом Верховного Совета РСФСР 4, 5 и 6 созывов, делегатом 19 и 22 съездов партии. Его мемориальная доска висит в этом доме. Мы Карданов и весь род очень гордимся им, что среди нас вышел с нашего рода Аулапсов человек и вышел такой видный государственный политический деятель. За безупречный труд Замахшири Карданов только в одном 1957 году получил два ордена. Орден Трудового Красного Знамени и Орден Ленина. В список орденов за высокие достижения в труде дополняют еще два ордена Красного Знамени, три ордена Знак Почета. Орден Октябрьской Революции и Орден Дружбы Народов был награжден специальной медалью за освоение целинных земель неоднократно с золотыми медалями ВДНХ СССР. И все это приходится на время, когда он возглавлял область полком Карачао-Черкесии. Именно в это время наша область превратилась из аграрной окраины в развитую индустриальную область. Так продолжалось 15 лет, пока его не пригласили в Ставропольский край с полком заместителем руководителя. Я только видел по телевизору членов Политбюро и генерального секретаря. Вот так организовал похороны этого человека краевая партийная организация во главе с Мураховским Севолом Сарафимовичем. И на митинге он сказал, дорогие наши старопольчане, мы потеряли нашу Тхамаду Ставропольского края. Мы его как Тхамаду рассчитали, его уважали, ценили, и всю жизнь остается в нашей памяти, как наш Тхамада. Во мне, в моем сыне, в моем отце, естественно, есть частица, большая частица этого духа, этой крови. Естественно, мы будем передавать через поколение это тепло, это настроение, это отношение к его родной земле, к народу. Жива память о человеке ровно столько, сколько о нем помнят. Вместе с такими людьми уходит целая эпоха. Однако в сердцах благодарных потомков вжива память о своих замечательных земляках. Зарема Карданова, Ислава Гомова, Али Бостан, Вести, Карачаево-Черкесия. При поддержке митрополита Ставропольского и Неваномысского Кирилла под эгидой Всероссийского казачьего православного фестиваля «Будущая Россия – это мы» в Карачаево-Черкесии прошел второй международный благотворительный детский фестиваль «Дети – посланники мира». На базе гостиничного комплекса «Старый Домбай» для школьников из Луганской и Донецкой республик провели мероприятия, направленные на патриотическое нравственное и культурно-просветительское воспитание. С подробностями Мурат Женкёзов. Та вершина, которая с правой стороны, вот я показываю, это самая высокая вершина Западного Кавказа и Карачаева-Черкесии. Естественно, называется Домбай-Ульген, Павший Зубр – это высшая точка как Карачаева-Черкесии, так и Республики Абхазии. Увидеть главный кавказский хребет своими глазами – это зрелище непередаваемое. Ребята, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик и взрослые, с удовольствием позируют на мобильные телефоны и с большим интересом изучают живого яка. А при желании можно сделать рогатое селфи. Тут очень красиво, можно много классных фоток делать. Больше всего нам запомнилась экскурсия по Донбай, когда мы катались на лыжах, на подъемниках мы катались. Ну, тут очень прикольненько. Фестиваль направлен на патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитание молодежи. Его организатором выступили Ставропольская и Невиномысская епархии. Будущее России – это мы! Ура! Дети, не понаслышке знакомые с ужасами войны, познакомились с кавказской культурой, обычаями, кухней, окунулись в атмосферу добра, милосердия и гостеприимства. Но то, что сегодня в них заложится, а мы провели вчера православную беседу с ними, духовную, прошлись и по священному писанию, посмотрели на их знания. Знания, конечно, хромают, слабенькие. Вот, поговорили о сквернословии, о том, как это разрушает душу человеческую, да, когда человек изверяет из себя скверну, да. Вот, поговорили о недугах таких, как наркомания, пьянство и всё такое. Для гостей организовали прогулки по горам, катание на лыжах, различные экскурсии, концерты и игровые программы. Незабываемой останется встреча с Андреем Разиным и Андреем Гуровым из золотого состава знаменитой группы «Ласковый май», а также концерты ансамбля песни и танца из Есентуков «Казачки Кавказа». Одним словом, скучать не приходится. Новая седая ночь И только ей доверяю я Знаешь, седая ночь И все мои тайны Очень приветствую и благодарен прежде всего всем организаторам, кто действительно такое прекрасное мероприятие проводит. И несмотря на тяжёлое время, на пандемию, всё-таки нашли силы, нашли возможности. И пригласили детей на второй фестиваль. На протяжении всего времени, то, что здесь находятся дети, около двух недель, каждый день организованы различные мероприятия. Детей знакомим с культурой, искусством народов Карачаева, Черкесии, Северного Кавказа и России. Помимо этого, учим их кататься на лыжах. Различные конкурсы, мероприятия. Очень благодарны Карачаева, Черкесии, потому что именно ваша республика проявила понимание, поддержку и оказала нам такую великолепную возможность отдохнуть нашим детям. Мы уже второй раз привозим детей разных, потому что у нас есть кого выбрать. И, естественно, берём тех детей, которые заслужили такую честь. По словам организаторов, фестиваль станет традиционным и ежегодным. Тут же, на высоте более трёх тысяч метров, состоялось заседание оргкомитета, на котором обсудили примерный план дальнейшего взаимодействия. Мурат Шанкёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Домбай. Завтра, 8 марта, день весны, красоты и нежности, когда все тёплые слова пожеланий звучат в адрес представительниц прекрасной половины человечества. В этот день мы будем поздравлять наших мам, бабушек, сестёр, жён, дочерей. И сегодняшний гость нашей программы, яркая телеведущая, моя коллега, заместитель начальника службы информации Светлана Шаганова. С ней встретилась Шерифат Лепшокова. Светлана, мы встречаемся с тобой в преддверии весеннего праздника. Обычно по традиции женщины в этадин принимают поздравления. А в каком настроении планируешь ты встречать этот праздник? Доброе утро, Шерифат. Доброе утро, уважаемые телезрители. Я 8 марта встречаю всегда в солнечном настроении. В солнечном, почему? Потому что оно у меня как бы связано с жёлтыми тюльпанами. Вот эти цветы, они как бы такие солнечные, дарят радость, дарят настроение. Я очень люблю эти цветы. И поэтому у меня солнечное, прекрасное настроение утром 8 марта. Ещё была очень давняя традиция, так как многие мои родные знают, что я люблю именно эти жёлтые тюльпаны, утром зачастую в дверь звонок и курьер. Открываю, стоит курьер. Курьер с букетом жёлтых тюльпанов. Каждое 8 марта, каждый год эти букеты мне отправляла моя мама. И потом я всегда мужу своему давала наказ, говорю, пожалуйста, если ты будешь мне дарить какие-то цветы на 8 марта, обязательно покупай мне жёлтые тюльпаны. Он говорит, да ну, жёлтые тюльпаны, как-то не солидно, солидно всё-таки розы дарить. Жёлтые тюльпаны – это типа вестники разлуки. Я говорю, ну я с тобой не согласна, это всё-таки фраза из песни «Жёлтые тюльпаны – вестники разлуки». И поэтому 8 марта у меня вся квартира в жёлтых тюльпанах. Сегодня я не отошла от традиции, они у нас и в нашей студии, эти прекрасные весенние цветы. Светлана, мы с тобой коллеги, и я непонослышке знаю твои занятости. Это съёмки, редакторская работа, введение утренних программ. И при этом ты всегда остаёшься элегантной, позитивной, всё всегда успеваешь. Что тебя вдохновляет? Ну, конечно, хочу сказать, что меня вдохновляет моя работа. Наверное, нужно было наоборот сказать, что меня вдохновляет семья. Но я всё-таки хочу сказать, что я творческий человек. Так как работа у нас творческая, вот она меня вдохновляет больше всего. Я встаю очень рано, и поэтому я, наверное, всё успеваю. Я встаю в 5 утра, так как я жаворонок. Я успеваю приготовить, погладить, собраться на работу, вот, и работать в таком ритме. Я очень, как бы, такой активный, активный человек. Работа у нас творческая, она связана с разными людьми. Вот, это обычно мы на съёмках, бывает, знакомимся, узнаём получше человека, да, делаем о нём репортаж. Ну, это, как бы, многогранная профессия. Мы, во-первых, сталкиваемся с разными темами, да, это темы и политики, и социальные темы, и культуры, и искусства. Вот, и поэтому, как бы, всё вот это вкупе, наверное, и вдохновляет меня, даёт мне силы, как бы, работать, двигаться дальше. Я, как и многие зрители, знаю другой твоей ипостаси в музыкальном творчестве – пении. Ведь ещё твоя старшая дочь, она участница московского хореографического коллектива, а третьеклассница Ева также занимается музыкой, ходит в музыкальную школу. Что для тебя значит музыка? Музыка – это для меня всё. Вот с самого детства, как я, наверное, начала говорить, я начала петь. Как сейчас помню, тогда не было, у нас было всего лишь два телеканала, мы не могли наслаждаться особо, может, какими-то там концертами. Мама покупала пластинки, да, с детскими песнями. Вот, очень известные песни, там, «Чунга-чанга», там, «Борчебурашку». Я слушала, впитывала вот с детства, просто мама воспитала во мне вот эту культуру музыкальную. Вот, а потом вдруг у меня проявились вокальные данные. Я пела песни Аллы Пугачёвой, я брала вот эту скакалку, как помню, был новогодний огонёк, и Алла Пугачёва пела «Миллион алых роз», и я брала вот эту скакалку, я ей подпевала, и я представляла, что вместо Пугачёва я в этом телевизоре. И мне почему-то так хотелось, и я думала, что когда-то вот я буду стоять на её месте, на этой большой сцене. Вот, потом пошла в детский сад, и как бы все утренники в детском саду, все какие-то районные мероприятия, так как тогда я жила в Уйджигуте, вот, ни одно мероприятие не обходилось без моего участия. Я почему-то у меня был такой звонкий голос, я не боялась сцены, как будто я родилась на этой сцене. Ну, вот, как-то выявили у меня эти способности. Затем была музыкальная школа, я играла, научилась играть на фортепиано, вот, и, конечно, безумно хотела стать певицей, безумно просто. Но так получилось, что карьера певицы не сложилась по определенным причинам, вот, так как я вернулась из Москвы в Черкесск, вот, но всё-таки творчество во мне, вот, бурлило просто, я хотела, вот, не знала, как выплеснуть из себя. И вдруг, в какой-то момент, я поняла, что я хочу стать журналистом. Я смотрела все эти новости на федеральных каналах, меня вот что-то зацепило, и вот я получила вторую профессию журналиста. И я, как бы, счастлива, наверное, потому что я могу так же себя реализовать, у нас творческая профессия, я могу здесь и петь, и, как бы, в кадре работать, делать интересные репортажи. Ну, вот, как-то так. Да, говоря о пении, да, ты журналист, но каждый год, 8 марта, ты нам тоже даришь, да, свои песни, мы слушаем здесь, в коллективе, песни в твоем исполнении тоже. Да, да, у нас каждый год, к сожалению, в этом году, по понятным причинам, из-за пандемии, да, а так у нас всегда в нашем коллективе мы проводим очень весело праздники с нашими прекрасными девушками, мужчинами, вот. Была традиция, когда мы всегда с теми же желтыми тюльпанами отмечали этот прекрасный весенний женский праздник. Да, кстати, о своих дочерях, да, как сказала Шерифат, старшая дочь также увлеклась музыкой, с детства она очень хорошо танцует, поет, вот, как бы, сейчас работает в народном коллективе горница, у нее тоже хорошие вокальные данные, еще плюс хореографические, а младшая дочь тоже, как бы, не обделена вокальными данными, пытаются, как бы, пытаются они подражать маме. Что бы ты в преддверии 8 марта пожелала бы нашим женщинам? Ой, хочется очень многого пожелать, очень многого пожелать. Хочу вот сказать словами из известной песни, дорогие мужчины, дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи, но прощайте женщинам ошибки. Это, конечно, было обращение к мужчинам, но, уважаемые девушки, женщины, завтра 8 марта, самый яркий весенний праздник. Хочется, конечно, пожелать вам счастья, чтобы вы никогда не огорчались, здоровья вам, любви. Хочется, чтобы почувствовали вы себя счастливыми не только 8 марта, но и круглый год, чтобы побольше было внимания вам. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком! Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта Московский цирк Никулина представляет грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых Планета 13 Биберлэнд Миру сыр Уважаемые налогоплательщики! Информируем вас о проведении Федеральной налоговой службы отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаева-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков в сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru Федеральной налоговой службы России Лови 91.2 Наша волна Федеральной налоговой службы России Лови Федеральной налоговой службы России Федеральной налоговой службы России